Если считать людей, которые так или иначе борются с точечной застройкой, ходят на митинги, блокируют стройки, собирают подписи, подписываются в интернете, только по юго-западному округу речь идет о нескольких десятках тысяч. В масштабах всего города цифры, я предполагаю, в несколько раз больше. Я думаю, что общее количество людей, борющихся с точечной застройкой, сейчас уже превышает то количество людей, которые выходили на Болотную площадь, на проспект Сахарова за честные выборы. Но эта борьба пока носит не политический характер, это борьба за свой двор, за свой квартал, за свой район, за среду обитания своего. Но пока все, что происходит, и вот этот тотальный игнор со стороны городских властей, и вот этот продолжающийся градостроительный террор, он очень скоро может вот это движение против точечной застройки социального превратить в политическое. Ежедневно сводки как будто фронтовые, да, где-то там побили жителей, арестовали там кого-то и так далее, да. И это несмотря на то, что мэр нам лично много раз обещал, что точечной застройки в городе не будет. Вы видите, что все, что происходит, это следствие системных проблем. Первое это то, что московская мэрия и московская власть очевидно не справляются со своими базовыми обязанностями. То есть вот все эти вещи вокруг точечной застройки, они очевидно связаны с вопросом земельных отношений, то есть чья земля уже в застроенных кварталах. 25 лет московская мэрия, что при Лужкове, что при Собянине, не может урегулировать земельные отношения в городе. Очевидно, московская власть задействована напрямую в борьбе против интересов граждан. Мы видим, что управы и префектуры прямо участвуют, организуют процесс фальсификации публичных слушаний и разных важных других мероприятий, связанных, например, с тем же строительством. Мы видим, что префектуры и управы срывают объявления инициативных групп жителей о том, чтобы им собраться, обсудить это все. Что делает исполнительная власть? Она пытается освободиться от тех оков закона, которые мешают им действовать вне рамок закона. Для этого она изобретает всевозможные бюрократические уловки, такие как градостроительная земельная комиссия. Написано, что градостроительная земельная комиссия определяет только порядок поручений. Если посмотреть протокол заседания градостроительной земельной комиссии, там присутствуют все министры правительства Москвы. Наверное, им делать нечего, если бы только прописывать поручения для других органов. Значит, там они принимают решения. Кроме того, они изобретают какой-то термин типа территории или организации, на которых якобы не должно происходить слушаний. Кто определяет эти территории или организации? По каким критериям? Какой регламент у этих территорий? Нигде в законе этого невозможно найти. Сегодня мы хотим учредить комитет 42. Коалицию против точечной застройки и за право на благоприятную окружающую среду, гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует...